Сколько лет армяне говорят одно и то же. Адербайджанцы, вот мы с вами в 90-е воевали один на один, и вы проиграли. Серьезно? А вот в 20-м году за вас воевала Турция, Израиль, Пакистан, какие-то там наемники. Окей, давайте-ка разберем. Начнем с 90-х. Армения утверждает, что она воевала с нами один на один. Серьезно? Маленький отрывок интервью не взорвал. Ну, что, поехали. Поехали. Но мы с Визиром оказались вдвоем в машине. Но, естественно, когда мы доехали, то... Ну, с нами гуманистически в чем пошлись, потому что и шарахнули, значит, колеса сразу, и УАЗик завалился. Нас вытащили из УАЗика, и я был уверен, что это армяне вытаскивают. Ах, говорят, Альберт Глебович. Это, оказывается, псковские десантники, которые на армянской стороне подрабатывали. И которые армяне наняли, и они, значит, осуществляли боевые действия против Азербайджа. Они-то нас и расхерачили, весь этот Грандовицкий батальон. О, как. Это осталось за кадром. Да. Ну, меня попросили деликатно об этом на эту тему не говорить. Сейчас уже можно. Небольшие отрывки с передовой. Ребята, как настроение? Нормально? Все хорошо? Как зовут? Скажи слава через... Здравствуйте. Из-за откуда? Бензи. Служите здесь или так наемник пришел? А почему мы не поехали в сторону Азербайджанских воевать? Христиане. А они по телевизору будут показывать. Их христиане, значит, по христианам надо... Конечно. Молодец. Молодцы. Мутырку давай. Мутырку, ара. А тут признание. При каких обстоятельствах вы попали в плен? Когда началось наступление Азербайджанских частей, очень успешное наступление, армянские боевики стали отходить. Меня тоже предупредили, что, мол, надо отходить, уходить. Я им сказал, хорошо, вы бегите, я сейчас оденусь догоню. Ну что? Они ушли. Ну, перед этим мне оставили. Говорят, у тебя оружия нет. Оставили на подоконнике мне две гранаты F-ки и одну гранату RGD. Ну и побежали. Я вскочил, оделся. Гранаты так и бросил на подоконнике. Схватил трехлитровую банку с самогонкой. Убежал в пустой домик. Ну, если вдруг они захотят возвратиться, меня обратно звать, чтобы просто не нашли. Потому что это реальная возможность появилась сдаться в плен. Уйти, не воевать. Потому что я понял бессмысленность этой войны. А здесь наемники. Вы офицер, да? Да. Значит, вы пошли воевать фактически из-за того, чтобы заработать деньги, да? Фактически получается так. А ваше команду не знало? Командование роты, армии, что вы воюете? Что я воюю? Да. Нет. Ну, а как же? Вы ушли с части, взяли с собой оружие, все необходимое, никто ничего не знал? Нет. Почему? В части мы ничего не брали, ни оружия, ни это. Это нам судали в Степанакерте. А в части не спросили, где вы? Вы же не уволены из армии. Куда мы пошли? Да. Меня нет. С какого времени вы служили в армию с национальной армией? Я мне не служил ни с какого времени. Я с 17 августа в Степанакерте и 11 сентября... Ну, как вы с Арменией попались в Степанакерте? Ну, вот машина шла с Еревана, там, в Палачинском коридоре в Степанакерте. Все, и меня взяли просто. Просто взяли или вы сами сели? Ну, я сам сел, в смысле... И вот эти вот ребята тоже вместе с вами? Ну, вот эти ребята как раз ехали на этой машине и как раз вот на этой машине... Вы все с одной роты? Да. И все поехали зарабатывать деньги, да? Убивая людей. Ну, я могу сейчас отвечать только за себя. Ну, вы-то... Ну, вы можете за себя отвечать, когда они под вашим командой? Нет, почему я поехал? А они как очутились в вашей машине? С одной роты специально? Все сели в одну машину? Нет, они ехали уже на этой машине. Ну, они ехали отдельным заданием, в вас посадили, досадили вместе, избавляли... Ну, не совсем так. Они возвращались с Еревана, они... Извините, еще один вопрос. Скажите, а много вот таких, как вы, сражаются в Нагорном Карабахе на стороне Армении? Ну, на счет количества точно я не могу цифру какую-то назвать, но я знаю, что есть, а много-немного я... И все они военнослужащие 7-й армии? Нет, почему? Есть и военнослужащие 7-й армии, а есть, как вот, авантюристы, которые приезжают там с разных мест России, которые воевать просто за... А вы себя в данном случае как офицером считаете или как авантюристом? Авантюрист. Ну, дело в том, что контракт я никакой с ними не заключал. Просто Степан Акерти получил задание, вот время на подготовку, готовились. Готовил я группу, все, пошли на задание, с которыми они вернулись. То есть, как таковое, что я нанялся к ним на службу, то есть, ну, получилось из-за денег, а служить, проходить службу у них я не проходил. То есть, контакт я там имел только чисто тоже, чисто вот с начальником комитета обороны, которые, ну, через него все делали, ну, поставляли нам оружие, экипировку и задание. И жили мы просто на территории, там, пионерского лагеря, в котором сейчас, там, ну, как, типа, стоит, типа, взводы охраны или что-то в этом роде. Есть там еще че-то выполненное задание, то есть, уничтожение тех, кто его на зеленых пунктах или объектах, которые они возглавляют? Нет. Мы поставили мину на понтонном мосту в Гетоване. Насколько я знаю, мост этот целый по сей день, понтон этот, потому что мину этой же ночью сняли. Убивать я никого не убивал, кроме мины, это мосту. А те гранатометы, которые у вас изъяты, автоматы, которые изъяты, для чего были предназначены? Предназначены они, это орудия убийства, но из них не было сделано ни одного. Ясно, не было обстоятельств, потому что вас своевременно задержали. А если бы были те у вас боеприпасы, которые были у вас, вы оставили из-за того, что не могли... У нас боеприпасы, когда мы сдались, у нас были боеприпасы, и к гранатометам, и к оружию, и к всему. У нас все было. Мы могли вообще его убивать. Но вот я вот сейчас объяснял, буквально сейчас, как мы сдались, именно обстоятельства, вот эти наши плены. Вы сдались, потому что у вас сбились маршруты, не по тому маршруту вы пошли. Понимаете почему? Вы оставили свои 90% боеприпасов там, где не предназначалось. Боеприпасы. Боеприпасы у нас, они как были, так и остались. А что вы оставляли? Взрывчатку, сухой паёк. Взрывчатку, как вы понимаете, взрывчатку вы для чего с собой брали? Сколько взрывчатки было у вас? 40 килограмм. 40 килограммов взрывчатки. За 1 килограмм взрывчатки вы будете приговорены к смерти. А не говоря о 40 килограммах, которые вы могли разрушать наши сёла и убивать мирных жителей. Вот ответьте за свои деньги. Чего вы заслуживаете? Отвечайте на вопрос, потом к вам будут вопросы задавать. Я не знаю, на трене стоит вопрос. Серьёзно? И как же вы воевали с нами один на один? Мои золотые. Ах, перец. Ну, а теперь к вам вопрос. Можете мне показать, в 2020 году также взятые вами заложники турецкие, пакистанские, израильские наёмники, чтобы рассказывали вот такие вот вещи? Ах, перец. Можете? Или просто, чтобы были видео с иностранными военнослужащими, которые так вот рассказывают? Хе, что это такое? Ну чё? Расслабьтесь. Проигрывать тоже надо уметь.